Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Перед просмотром видео не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. Российский актер Дмитрий Певцов оставил значительный след в отечественном кинематографе. Яркие, особенные и харизматичные роли, которые запоминаются зрителю в мгновение ока, не оставили равнодушными никого. Вдобавок, его отношения с Ольгой Дроздовой является доказательством того, что крепкий брак возможен, даже при тотальной занятости одного из пара на творческом фронте. Но мало кто знает, что у Дмитрия были еще одни серьезные отношения. Объектом его воздыхания стала сокурсница Лариса Блажко. В результате романа женщина родила Дмитрию мальчика, ребенка назвали Даниилом. Мальчик родился в начале 90-х годов. Ни Лариса, ни Дмитрий не были готовы к такому повороту событий, поэтому быстро разошлись. Лариса с ребенком сразу же уехали за границу, в Канаду, Дмитрий остался работать на родине. Первая встреча отца и сына произошла лишь спустя 12 лет. Парень уже основательно подрос и знал своего отца исключительно по кинокартинам. Возможно, это также повлияло на его желание стать артистом. Парень активно снимался в телесериалах, а из-за внешнего сходства с отцом ему все чаще предлагали ведущие роли. Но 2012 год стал роковым для парня. Сорвавшись с балкона, он упал с большой высоты. 9 дней медики боролись за жизнь Даниила, но ничего не смогли сделать и 3 сентября парень скончался. Официальные источники утверждают, что Певцов-младший погиб в результате несчастного случая. Между тем, Дмитрий был буквально ошарашен известием о смерти сына. На церемонии похорон присутствовали лишь самые близкие, журналистам не позволили войти. Тройкуровское кладбище стало последним пристанищем молодого таланта. 8 лет спустя Дмитрий Певцов обнародовал фотографии, которые иллюстрировали всю его жизнь, от младенчества до смерти. Родные, а также поклонники не забывают наведываться на могилу и приносить букеты в честь уважения к таланту покойного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова